Я же его заснял, как он без маски сидит в этой подсобке. Сейчас? Да. Нету к вам доверия вообще? Ну, это его фамилия-то. Да. Его гнобили в детстве очень много. Сейчас ему много гнобили, да. Под задницу глинули. Ты не по-человечески ведешься, не по-человечески. Ты самый, смотрю, отчаянный у судебных приставов, да? Вот это у меня три уши, бит маску. Ну, конечно, по Конституции. Да. Какой конституции? Все. Надевайте маску, мужчина. Я говорю, надевайте маску. И маску надевайте. Передойдет. Надевайте маску. Вполняйте мое законное требование. У вас есть маска? Вы мне тут зубы не заговариваете. Либо надеваете, либо покидаете. Надо было просто надеть маску, а не подставить комитет. Надевайте маску. Маску надевайте. Рекомендательное. Это мое законное требование. Еще раз повторяю. Надевать маску отказывается, вы находитесь в помещении. Вам надо надеть маску. Будете надевать, либо покидаете. Вы нарушаете постановление губернатора. Я вас обязываю, да. Я вас обязываю. Я вам делаю замечание. Маску вы надеваете. Вы будете маску надевать? Вы не в маске. Маску вы надеваете, как положено. Вы будете надевать маску? Двуничник. А где вы говорили, только что про маску говорили? Вы нарушаете в здании мирового суда. Вы неоднократно снимали маску. Вот сейчас, на данный момент, вы не надеваете маску. Смотрите, раз, почему вы не надеваете? Вы находитесь в помещении, понимаете? Вы должны надевать маску. Это постановление. Это не я сам придумал, не я точно придумал. Маска для чего предназначена? Я не знаю. Вы все прекрасно понимаете. Как не понимаете? Сколько лет живете уже? Как не понимаете? Как надевать маску, вы не понимаете, что вот так вот нужно надевать? Нет, подождите, вы не увиливаете. Ваши работники без масок, почему вы их не тянете? Если я кого-то вижу, я всем делаю замечание. Фотографию показать? Давайте. А вы сейчас сами без маски смотрите. Кильжанов без маски. А вы на работе обязаны все время маску носить? Даже если не находитесь в служебном помещении. Просто я только что видел Кильжанова без маски. Тихо! 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 Алло. Слушаю. Антон Николаевич, здравствуйте. Секретарь 10-го судебного участка. Вы подавали заявление об ознакомлении с материалами дела. Когда вам удобно будет подойти? Так. Во-первых, не Антон Николаевич Булгаков, а живой человек-мужчина Антон. Во-вторых, материалы готовы? Да. Так, ну подойду, когда будет время? Нет, ну чтобы мы вас тоже как бы ждали, да? В смысле? Вы меня хотите поджидать или что? Или ждать? К какому времени, какой день подойдете? Я напишу. Когда будет время, тогда я подойду. Тогда давайте до завтра подходите. Почему до завтра? Мы же тоже не можем сидеть, с вами днями вас ждать. Представьте, пожалуйста, как можно обращаться. Представь 10-го судебного участка. Фарида Леонидовна. Фарида, да? Леонидовна. Фарида Леонидовна. Что завтра будет? Что, дело опять... Просто у нас вы не один, который хочет ознакомиться с материалами дела. Вот придут сразу три человека, поэтому я вам говорю. Что, прям все хотят ознакомиться? Все хорошо. В 105-й кабинет. В удобное для вас время. До свидания. Благодарствую. Что такое? А, ну, они меня приглашали. Звонили. Звонили. Телефон есть? Охренеть. Ого. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, что, закрылись вы? Послушайте, я вам не скажу больше, что я еще другим делом занимаюсь. А кого-то можно позвать? Сейчас, секунду. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, вы закрылись, что ли? Да, с 6-го числа. Как будто мы понимаете. С какого числа? Со вчерашнего. Со вчерашнего? А что мне только что секретарь звонил, он говорит, приходите, ознакомьтесь с материалом делом. Если вам сказали, значит, пойдете первое участие. Если вам сказали, сейчас мы подождем. А я с сопровождающим. Так. Ничего страшного. Булгатый, да? Нет. Живой человек-мужчина, Антон. Булгатый, да? Да. Запомнили? Так точно. Так. У вас какой участок? Десятый? Да. 105-й кабинет. Сейчас. Смешно, да? Прикольно. Вата вот на лету. Здравствуйте. Ваши работники без масок, почему вы их не тянете? Если я кого-то вижу, я всем делаю замечание. Кильжанов без маски. Смешно, да? Прикольно. Что, протокол выпустим? А? Протокол доставим. Здравствуйте. Пошли вас на ознакомление без сопровождающих. Погодите. А вдруг мне плохо станет? Нет, не станет. Не станет? Я вам помогу. Точно? Комментируйте. Проходите на ознакомление с сопровождающим для нас. Где сопровождающих? Что, процедура та же? Естественно. Мимо рамки пустите? Никак нет. Вот так всегда. На самом интересном месте закрываетесь. Ну что это такое? Не, ну как? От меня уже и суды закрывались, городской суд, 4 из 5 этажей для меня закрыли. И ГОМ-2 закрывалась полностью. И сейчас вот это, получается, сюда невозможно пройти. Не, ну что, видите, пропускаем. Ну где пропускаем? ФССП тоже закрыты, мне это, там какие-то часы приема вообще непонятные. Что происходит? На тех выходных там открытые двери были в Субботовской Средней приеме, граждану, да. Открытые двери? День открытых дверей, что ли, да? Ну, все граждане, понимаете, без записи. Так, под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. Кстати, видеоролик видели. На одном из предприятий вы заведу такие маски с диоксидом титанов. Вызывает рак и разрушает костные ткани. Посмотрите видео на ютубе, с какой-то обзор делает и маски. И какие симптомы были держатся. Вы хоть сертификат соответствия спрашивали на свои маски? Аксид титанов. Что, у вас корпоратив-то был? Ого! Здравствуйте. Растет дело, да? Ну, это же административное, не гражданство. Ну, еще будет расти. Можно личный вопрос? А вы маски где покупаете? В магазине? Где вам выдают на работе? В аптеке. В аптеке? А вы сертификат соответствия просите? Ну, какой этот документ, который говорит, что эта маска безопасна? Потому что вот хочу показать. Смотрите, пожалуйста. Девушка, это вас тоже касается. Вот такие маски с диоксидом титана выдавили на одном из предприятий Сургута. Знакомьтесь, пожалуйста. Диоксид титана вызывает рак. Вы отвлекаетесь. И разъедает костной ткани. Будьте осторожны. Хорошо. А что у вас фамилия спрятана? Привет. А, то я доставил бы, что вы видели. Какие-то признаки не помнили. Теперь знаю. Ну, мы уже все знаем. Теперь знаю. Андрей Петрович, насколько помню. Видимо не смотрели? Какие нарушения выносят. Восемь лет весь город ездил на опасных лифтах. Мы привлекли к ответственности управляющую компанию. Хотели их оштрафовать и вообще лишить лицензии за такие дела. То есть они в срок службы лифта 25 лет. Кабины максимум. Они работали больше 33 лет. Угрожали здоровью и жизни всех жителей города Сургута. Так они разве не, как сказать, ТО им не проводится, вроде? ТО это ТО. Это ежегодное ТО. А максимальный срок службы 25 лет? Максимальный срок службы любой кабины 25 лет. Максимум. Они их не меняли. Как только мы выявили эти нарушения, они, для видимости, подали в суд жилнадзор. Хотя могли сами рассмотреть. И это дело рассмотрела Елена Петровна Король. И вынесла устное замечание в связи с малозначительностью правонарушения. А если кто-то погиб или пострадал в таких лифтах? Да наверняка кто-то пострадал. Просто об этом умалчивают. Елена Петровна посчитала, что это малозначительное нарушение. В лифтах-то все ездят. В такой трагедии никто не застрахован. В том числе и Елене Петровне. И вы в том числе. И при этом они прекрасно знали, что я нахожусь в вынужденном путешествии и не могу обжаловать данное решение. Потому что мою квартиру ОМОН захватил. Вместе с сотрудниками отдела террориста из меня пытались сделать. При помощи той и той же ООО КДСВЖР. Жилнадзор не посчитал нужным обжаловать такое решение. То есть они согласны, что по идее они должны следить за всем этим. Устраивать проверки. Не только по инициативе жителей, но и сами плановые и так далее. Они получается мало того, что бездействовали, так они еще и согласились с таким решением. И не обжаловали. Просто я хочу до вас донести мысль, что я не только ради себя стараюсь. А для всех. Из меня пытаются сделать и психа, и какого-то правонарушителя, и террориста, и американского агента, что только не придумывали. А вы на работе обязаны все время маску носить? Даже если не находитесь в служебном помещении? Просто я только что видел Кильжанова без маски. Так, все. Благодарствую. До свидания. Всего хорошего. Умара Разумдайтович, здравствуйте. Вы видели видео про такую маску? Это даже интересно. Интересно? Да. Ваше здоровье вам неинтересно? Пропитано диоксидом титана, вызывает рак и разрушает хвостик. Неинтересно, да? Нет. Вольному воле. Всего хорошего. Много материалов? Вот такое уже дело. Сантиметра два или три. Что же еще будет? Это простое. Так это я только начал. Ты что, я же говорю. Я им там лекции устроил, я за них тоже борюсь. Про листы рассказал. Слушали так. Внимательно. Я же его заснял, как он без маски сидит в этой подсобке. Сейчас? Да. Приемную. Закрыто у нас. Закрыто на карантин. Судьи Чех. Все закрыто. А как? Мне же надо это получить, копию. Звоните вам в поле, а задайте. Вот это распоряжение, да? Закрыто у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok